Убрать норму, контролирующую стоимость обучения на платной основе, предлагают в Министерстве образования. Накануне глава ведомства Можилиси презентовал соответствующий законопроект. Теперь, если парламент поправки одобрит, вузы сами будут устанавливать стоимость обучения. Это сделано для того, чтобы все больше граждан имело доступ к получению высшего образования. Поскольку на данный момент стоимость обучения зависит от размера государственного гранта. Цена должна быть не выше его, но и не ниже. Мы уже можем решить для себя лавировать между тем, какие цены будут устанавливаться на определенные специальности, как эти средства будут продвигать эту специальность, как эти средства будут помогать студенту получать те компетенции, которые сделают его востребованным. Как уверяют руководители вузов, неоправданного повышения не будет. Это несмотря на то, что право определять стоимость обучения останется за вузом, все расчеты учебных заведений будет предоставлять Министерство образования и науки. В предлагаемом проекте закона не называется ценовой максимум, но представители вузов понимают, что здесь работает правило рынка. Если вузы поднимут стоимость обучения, останутся без студентов. На мой взгляд, как раз это возможность для каждого из учреждений определить для себя какой-то оптимальный порог. То есть я не думаю, что какой-то вуз может сверху увеличить, и в то же время, находясь в той же конкурентной среде, ну это должно подтверждаться качеством и так далее. Дать возможность вузам самим назначать цены на обучение ректоры учебных заведений просят давно. И сейчас время внедрения новшества настало. Отметим, что проект закона предусматривает изменения в нескольких направлениях работы вузов. Поправки коснутся управленческой, финансовой и академической деятельности. На пленарном заседании Мажелиса депутаты одобрили его в первом чтении.